Фестиваль единоборств 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 и детям, и родителям тот вид спорта, который им больше понравится. Немножко к нашей программе соревнований. 1 ноября у нас открытие, парад открытия в 14.00. И соревнования после этого продлятся до 18.00. 2 числа начинается соревнование с 10.00 до 18.00. И 3 ноября с 10.00, а также до 18.00. Как уже было сказано выше, будет представлено 10 видов спорта в обязательной программе. Это греко-римская борьба, сават, вольная борьба, тэквондо, ИТФ, ГТФ, бокс, рукопашный бокс, кикбоксинг и дзюдо. С показательными выступлениями 1 ноября у нас выступят спортсмены Федерации Капкидо, Картекио, Косинкай, Айкидо и кикбоксинга. Всего будут участвовать 500 человек. Да, планируется участие порядка 500 человек. Ждем вас всех на нашем фестивале. Действительно, будет массовое событие, зрелищное событие. И по прошлому опыту, и по активности участников. Представьте, 500 участников будет только выступать в самой программе. Сколько человек придет посмотреть на показательные выступления, на сами соревнования в ходе фестиваля. Поток, надеюсь, будет нескончаемым с условием праздников, с условием того, что все больше и больше людей приходит заниматься спортом. Еще, коллеги, мы с вами встречаемся сегодня в замечательный день, в день рождения комсомольской организации. Поэтому мы ждем с не меньшим удовольствием на мероприятии фестивалей ветеранов комсомольского движения. Как известно, это было серьезное спортивное движение в том числе. Поэтому задачи по популяризации массового спорта этот фестиваль выполнить, несомненно. Одной из главных задач данного фестиваля, я это называю как ярмарка спортивных единоборств. Прекрасная возможность, как уже сказали, лучше родителям посмотреть, выбрать тот или иной вид спорта, пообщаться с судьям, пообщаться с тренерами и выяснить у них интересующие вопросы. То есть, с какого возраста можно заниматься, где работают те или иные секции, то есть поблизости к дому. И, соответственно, что нужно для занятия тем или иным видом спорта. И прекрасная возможность самому ребенку выбрать из 13 видов спорта, единоборств, тот наиболее приглянувшийся ему вид спорта. Сегодня магазины спортивных товаров предлагают широкий спектр. Но не всегда то, что блестит или то, что дорого стоит, оно действительно соответствует намерениям и целям спортивной подготовки. Поэтому пообщаться с профессионалами в прямом режиме, с тренерами, с президентами федерации, руководством федерации, с ребятами, которые занимаются, и узнать, что целесообразнее нужно приобретать, где, каким образом нужно экипироваться для того, чтобы начать свои тренировки, или просто выходить на профессиональный уровень, пообщаться в профессиональной среде, это в том числе и позволяет такое профессиональное сообщество фестиваля единоборств. Тем более, если говорить о том, записывать ребенка, то есть только с определенного возраста можно по разным видам спорта. И, соответственно, здесь вот можно, скажем так, выбрать для себя ту нишу, куда вот пристроить ребенка действительно. Потому что звонят вот мне в 5 лет, можно записать на БОСС. Я говорю, ну что, рано, пускай еще там 7 лет подождет, а до 7-то лет ему надо чем-то заниматься, вот он может здесь выбрать какой-нибудь вид спорта, цюдо или еще что-то, или тэквадо, где уже разрешено всеми этими приказами Министерства здравоохранения заниматься им этим видом спорта. Это тоже важно, да, то есть зачастую родители хотят для ребенка стремительной карьеры, и я как сама мама малышей еще совсем понимаю, что начинать нужно, наверное, с тех видов спорта, где, во-первых, это рекомендовано с анпин нормами, да, во-вторых, это будет работать на общее развитие, на общую физическую подготовку перед тем, как уже определяться в профессиональном росте в сфере спорта. Вот такой фестиваль единоборств дает возможность. Я могу сказать, что на этот фестиваль стоит прийти хотя бы потому, что после этого у ребят загораются глаза, и вот чтобы пацан или девчонка начали теребить родителей «Мама, мама, давай», параллельно мы открываем, вот появился футбольный клуб «Северная Двина», где малышей берут такого возраста, который оптимальный, ну, самый нижний, да, для футбола и мини-футбола. Появляются новые секции. Сейчас в «Маймаксе» открылся зал бокса и зал для тяжелой атлетики и пауэрлифтинга. «Пожалуйста», да, то есть это тоже возможность занятия. Реконструируется и Сокогорский детский юношеский центр, где тоже будет увеличенное количество секций. Центр развития спорта «Норд-арена» и повсеместно. Даже вот эти площадки, которые мы открываем везде в муниципалитетах, это тоже возможности, но они ничто без мотивации малыша. И поэтому такой фестиваль – это хороший повод для того, чтобы заразить ребенка занятиями спортом, здоровым образом жизни. Это хорошее средство пропаганды здорового образа жизни вообще. Но мы ждем не только детей, я думаю, что тут много про детей. Мы ждем и ветеранов спорта, и профессионалов, и любителей, чтобы и порадоваться, и посмотреть, и, может быть, тряхнуть стариной. Ну, несмотря на юный возраст участников, планируется, что поднимать флаг соревнований будут капитаны от каждого вида спорта, и там будут зачитаны их регалии. И, соответственно, мы послушаем. Уже есть достижения, я так понимаю, что уже в таком достаточно юном возрасте ребята уже выигрывали и первенство ССФО, и Россию. Есть у нас призеры первенства Европы и мира. Так что приходите, посмотрите на них. Надеюсь, это... Узнаете в лицо. А? Узнаете в лицо. Да, это хорошее дело. Что же надо знать, что сильные, это же не обязательно тот, кто первый нападает, а тот, кто умеет и уйти, убежать и уйти от столкновения. И в том числе может дать достойный отпор, если это потребуется. В показательном иступлении, больше, как я уже сказал, это восточное единоборство, судя по тем годам, но у них они всегда проходили эффектно, то есть доломаются доски с огнем и все остальное. Сейчас для нас пока-то тоже небольшой секрет, мы посмотрим. Но детей это цепляет, вот эти показательные выступления, она всегда вот эта картинка эффектно, она их цепляет, поверьте. В общем, всей семьей планируем начать свои выходные с того, что посетить спортивные мероприятия. Абсолютно бесплатно, абсолютно свободно. Это важно, это было тоже одно из главных намерений. Все мероприятия массового спорта, которые пользуются спросом для детей и для пенсионеров в Центре развития спорта Норт-Арена повсеместно и на всех ключевых сооружениях являются бесплатными для населения, для болельщиков. Я хотел со своей стороны добавить, что я думаю, что общий такой энергетически заряженный тон церемонии открытия придаст ансамбль барабанщиков, который полюбился жителям города Архангельска с момента проведения кросса нации в этом году. Когда они задали нам такой хороший тон для стартов различных возрастных категорий, мы в этот раз тоже пригласили уже полюбившихся горожанам этот коллектив. Я надеюсь, что будет интересно. Все на старт.